Что такое город будущего и каким он должен быть? Над этими вопросами в течение многих веков задумываются и писатели-фантасты, и инженеры, и ученые. При этом нередко ответы они ищут в тесном взаимодействии друг с другом. Как результат – формирование ключевых позиций, которые становятся неотъемлемой частью любого современного проекта города будущего. Чтобы наши города были комфортны для следующих поколений, нам уже сегодня необходимо закладывать фундамент, сложенный из традиций и инноваций. Интересно, а каким бегут горожане Чебоксары лет через 15? Детские площадки, садики. Недостаточно? Нет, нам недостаточно. Дороги. Побольше мест отдыха, мест развлечений. И побольше улыбок у людей. Хочу, чтобы был охват парк. Чтоб чисто было. Чтобы были очень красивые дома. Всегда было чисто, да. Чтобы много было цветов. Чтобы наш город был все краше и краше становился. И его знали везде. Наверное, объединяться на Чебоксарске, Чебоксары. Наконец-то построить метро. Ну, что еще. Вот. На каждой остановке сделают вот эти штуки, которые... Ну, чтобы маршрутки смотреть, когда приедут. Транспорт поменьше чуть-чуть. И так много. Так хватит. Мешает? Пешеходам мешает? Ага, слишком много. Более продвинутым намного транспорт. Изменения транспорта. Ага. А что в транспорте вы хотели бы поменять? Ну, более удобнее, комфортнее. Инновации новые какие-либо. Меньше вот этих развлекательных. Там некому развлекаться. Больше, чтобы было заводов, фабрик. Я думаю, так. Мне кажется, театра уже достаточно. Культурных этих достаточно. Чтобы людям можно было зарабатывать здесь, а не куда-то выезжать. Красивые магазины, красивые улицы, красивые люди. Жители города выделили несколько сфер, развитие которых сделало бы город более удобным. Это налаживание производства и создание новых рабочих мест, развитие транспортной инфраструктуры, развитие сферы отдыха и развлечений, увеличение туристической привлекательности территории, применение инновационных технологий в системе управления процессами в городе, позиционирование пешеходов как приоритетных участников движения. Эти тезисы и станут отправными точками для наших исследований Чебоксар как города будущего. Изучением проблем функционирования и развития городов занимается урбанистика. Эта область еще не является целой наукой, но уже изучается во многих образовательных учреждениях. В городах создаются центры прикладной урбанистики. Центр прикладной урбанистики состоит из трех основных организаций. Аналитического датчика, проектного бюро и школы прикладной урбанистики. Аналитический датчик занимается сбором и обработкой данных о городе, разработкой методологии и оформлением кейсов. Проектное бюро реализует локальные проекты городского развития, в том числе коммерческие. Школа ведет обучение всех желающих на основе реальных проектов. В данный момент 88 городов из шести стран на подсоветском пространстве участвуют в процессе формирования центров прикладной урбанистики. Развитие таких центров организуется на базе существующего в городе креативного пространства, отдела стратегического развития администрации или девелопмент бизнеса. Главная цель – сбор, поиск, создание новых знаний и данных о городах, а также совместный проект по городскому развитию с включением всех субъектов – власти, бизнеса и сообществ. Все существующие центры образуют сеть, которая соединяет команды разных городов для обмена технологиями развития. В Чебоксарах также планируют создать центр прикладной урбанистики. Сегодня он в зачаточном состоянии, но уже ведет учет сообществ на территории столицы Чувашии. Центры прикладной урбанистики делят город на три слоя – физическое пространство, социальные системы и культурный код. Физическое пространство включает в себя здания, парки, архитектура малых форм, ландшафт. Культурный код подразумевает некие смыслы, которые несет в себе город, элементы, которые делают его особенным, отличных от всех других. Социальные системы представляют собой сеть групп населения, таких как власть, представители крупного бизнеса, представители среднего и малого предпринимательства, креативный класс, локальные эксперты, средства массовой информации и городские сообщества. Современные урбанисты уверены – только наладив взаимодействие между социальными системами, можно говорить о развитии городской среды. «Правительству нужны компетентные люди из негосударственных структур, которые мыслят современными категориями», – сказал Владимир Путин на первом гражданском форуме еще в 2001 году. Так и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладоков уверен – общественная инициатива – главный и действенный фактор территориального развития. Именно поэтому в 2013 году в Чебоксарах появилась новая форма участия граждан в управлении муниципалитетом «Открытый город». Ежемесячно представители администрации устраивают около шести встреч на различных площадках города. Все они проходят под знаком открытости и прозрачности. У каждого пришедшего есть возможность задать вопрос или высказать свое мнение. По семейным обстоятельствам мне 10 дней пришлось ездить в детскую клиническую больницу на Гладково-27. Так вот, чтобы попасть в травмпункт, нужно было преодолеть полуразрушенные ступеньки, которые ведут ко входу. А ведь туда приезжают люди со сломанными руками, ногами, ни ступенек, ни перил. И персонал, как мне сказал после беседы, если вы поможете нам, мы вам будем очень признательны. А у посетителей черный юмор такой. Они, говорит, специально так сделали, чтобы с нами так быстро не распрощаться. Сломали руку, пока спустишься, сломаешь ногу. Вот нам гипс снимать через 4 недели, хотелось бы увидеть новое крылечко. Поэтому просьба помочь в этом вопросе. Хорошо, мы этот вопрос обсудим с Министерством здравоохранения. Понятно, что этот вопрос должен быть решен. Спасибо. Спасибо за сигнал. Для представителей власти такие встречи – удобный инструмент для выявления локальных проблем. Жителям же не приходится писать запросы в администрацию и месяц ждать ответа. Все сказанное тут же берется на карандаш. Иногда она очень важна, потому что мы получаем, во-первых, такую информацию, которую мы, может быть, со своей стороны не замечаем. Потому что граждане, они непосредственно ходят по этим улицам, непосредственно ездят в транспорте общественном. Они замечают то, что, может быть, мы сами здесь не видим. И для нас это очень важно. И мы принимаем решение именно исходя из пожеланий все-таки горожан. Поскольку муниципалитет, понятное дело, именно призван для того, чтобы работать на благо города. Еще один инструмент взаимодействия власти и общества – это единые информационные дни. Раз в месяц почти все сотрудники администрации и депутатского корпуса проводят встречи с работниками различных учреждений и организаций. Помимо офлайновых площадок, администрация активно использует интернет-ресурсы. Портал «Народный контроль» за несколько месяцев работы собрал более 500 сообщений о городских проблемах. К сожалению, чаще поступают жалобы, нежели идеи по решению трудностей. Если вот так промониторить все обращения, и мы также смотрим, как себя чувствуют социальные сети, благосфера Чуваши, мы здесь, к сожалению, в основном видим некий пассивный подход. Люди склонны больше жаловаться, чем сами предлагать какие-то конкретные пути решения проблемы. То есть, допустим, если вот сейчас вот у нас начинаются субботники, то это опять же все равно как-то больше инициативы администрации. То есть каких-то вот самодеятельных таких вот организаций, которые бы на себя взяли организацию, допустим, таких вот экологических мероприятий, мы вот, ну, по сути, нет. В продолжении тема об интернет-технологиях. С появлением социальных сетей люди стали более требовательны не только к информации, но и к его подаче и оформлению. В Чебоксарах появился новый портал Чебоксары.рум. Даже самые серьезные новости там подаются доступным языком, иногда в шуточной форме. На этом сайте рисуют сатирические картинки, раскрывают деятельность управляющих компаний и рассказывают порой о не очень приятных аспектах жизни города. Однако вся информация имеет под собой почву и построена на фактах, пусть и не очень приятных, но зато правдивых. Носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ, закреплен в Конституции нашей страны. А это значит, что люди должны заниматься не только волеизъявлением, но и брать инициативу в свои руки. Холдинг Кросс Бизнес Консалтинг провел небольшие исследования, инициативных групп, которые занимаются преобразованием городской среды. Исследования РБК показали, что городские сообщества делятся на борцов и созидателей. Борцы сопротивляются действиям застройщиков властей управляющих компаний, выступают против сноса или надстройки зданий, застройки скверов, требуют от всех выполнения обязательств по благоустройству территории. Созидатели же не посылают протестные сигналы, а инициатируют коллективные действия по улучшению среды. Инициативная группа борцов довольно хорошо организована. Они нередко общаются друг с другом, помогают консультациями, а иногда даже пишут для коллег жалобы в госструктуру и иски в суд. У них уже образовались зонтичные структуры. Сообщество созидателей пока не вышло на этот этап развития. Как правило, ядро группы составляют 3-5 человек, живущих в непосредственной близости от проблемного места. В публичных акциях может принимать участие несколько сотен человек, но после завершения митинга работу продолжают все те же трое-пятеро. У сообществ обычно нет крупных источников финансирования, и этого не требуется. Созидательная активность горожан, как правило, вырастает из протестной. Борясь с ухудшением среды или бездействием управленцев, люди привыкают воспринимать среду своей и начинают ее улучшать. Поначалу люди обычно стремятся ликвидировать недоработки властей, строителей или управляющих компаний. То, чего не удается добиться от них, люди начинают делать своими руками. В Чебоксарах не раз пытались создать площадки, которые стали бы точкой сборки для творческих и неравнодушных граждан. В 2009 году появилось пространство Hub Space, затем переименованное просто в Hub. После на его месте появилась платформа. 2012 год ознаменовался открытием сразу нескольких антикафе. Все они были местами встреч и событий, клубом, кафе и конференц-залом одновременно, но, к сожалению, не смогли оправдать себя в финансовом плане. Тем не менее, потребность в таких площадках остается. Осенью прошлого года в городе заработало еще одно творческое пространство – полигон. Мы думали о создании давно, уже много лет, больше десяти, наверное. Кто-то это пытался там, и многое общественность думает об этом. Просто сложились хорошие обстоятельства. Мы нашли людей, которые понимают важность, нужность таких вещей, изменений каких-то, которые происходят в нашей общественной жизни. Вот этим партнером оказались городские наши библиотеки в лице Бондарева, Евгения. Сегодня полигон – это своего рода новая форма работы городской библиотеки. Вместо читального зала – диваны, пледы, чай и книжная полка под боком. Рядом – выставка современного художника-графика. Чуть дальше – лектории, где можно посмотреть некоммерческое кино, а затем обсудить его в узком кругу. Это такая территория, где молодой человек может себя реализовывать и развиваться творчески. То есть здесь очень много проходит мероприятий, которые помогают развиваться духовно и культурно. Мне кажется, вот как раз-таки такие проекты, они очень актуальны в наше время, так как молодые люди, они все больше сидят в интернете, у них нет времени просто на развитие себя. И вот этот полигон же, например, он помогает развиваться дальше и как-то открывать себя. Помимо развития себя, здесь находишь единомышленников, то есть людей, которые заинтересованы в том же, в чем и ты. Чтобы построить и содержать такую площадку, необходимы хоть какие-то финансовые средства. Однако администраторы скорее вкладываются в нее, нежели на ней зарабатывают. Все мероприятия бесплатны для посетителей и не приносят никакого дохода. Это не целевое финансирование государственное. Это деньги спонсоров, которых мы нашли. Наш фонд мы выиграли. Грант Лукоила Поволжского. И вот на эти средства мы сделали какой-то ремонт. Какая-то основа все равно была там и у меня за много лет работы, и у фонда нашего. Мы участвовали и в конкурсах НКО, и в Чувашии, и за ее пределами, и в конкурсах общественных организаций, кронофандинг. Но, к сожалению, самым лучшим партнером оказался и бизнес, и общественность, которые на крауд-проекте мы тоже собрали порядка 40 тысяч рублей. Краудфандинг или народное финансирование – популярный на сегодня способ сбора средств. Это коллективное сотрудничество людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы, чтобы поддержать усилия других людей или организаций. В Чувашии есть похожая традиция коллективной помощи односельчанам при выполнении трудоемких работ. Она восходит еще к протюрской эпохе, и имя ей – Неме. По принципу Неме полтора года назад в Чебоксарах начали собирать средства на строительство детской площадки. Инициаторами этой идеи стали молодые предприниматели. Они объединились под общим названием «Мегацель Чебоксары – лучший город». Мегацель появилась очень, скажем так, стихийно. Она не планировалась, она не как-то не договаривалась. Просто собрались предприниматели, обыкновенные предприниматели Чувашии. Для чего мы ведем бизнес? Для того, чтобы постоянно что-то получать. Но, как известно, когда мы что-то получаем, нужно по жизни еще и отдавать. Можно точечно помогать, помочь какому-нибудь ребенку, можно помочь бабушке, можно помочь детскому дому. Но мы поняли одно, что нужно аккумулировать наших неравнодушных жителей, граждан. Мы на собственном примере собрались, организовались и решили сделать какой-то социально значимый проект. Мы посудили, пообсуждали и решили, что этим проектом должны пользоваться все граждане нашего города. Два основных вопроса, которые задают себе участники Мегацели – это в каком городе я хочу жить и что я готов для этого сделать. Можно сказать, что предприниматели придумали себе некую игру с пятью правилами. Они создают проект, который должен принести непоправимую пользу городу, долговечный, бесплатный, направленный на все категории граждан и быстро достижимый. Таким образом, жители Чебоксар за один месяц создают фонд, средства из которого будут направлены на улучшение города. Подарив городу детскую площадку, бизнесмены не стали останавливаться. На еженедельных встречах они прорабатывают новые идеи. На сегодняшний день у нас глобальный проект – это школа будущих профессий. Почему школа будущих профессий? Что это такое? На сегодняшний день очень много дефицитных профессий в городе, в республике. Например, как копирайтер, дизайнер, веб-программист и так далее. Они есть у нас, но профессионалов нет. Чтобы создать что-то такое действительно качественное, в большинстве случаев мы перегляем к услугам столицы нашей, города Москвы. Поэтому наша задача – мы на сегодняшний день выбрали около пяти редких таких дефицитных специальностей. И есть для этого необходимые ресурсы. Уже были проведены первые, скажем, собеседования с студентами ЧГПУ. И потихонечку-потихонечку сейчас мы готовим уже эту школу будущих профессий как проект, делаем, упаковываем его сейчас. И будем презентовать среди предпринимателей, городу будем презентовать и, соответственно, будем искать инвесторов. Городу он дает высококвалифицированных специалистов, которые могут реализовать себя здесь, в Чувашии, не выезжая за пределы республики. Помимо школы будущих профессий поступали предложения об устройстве Лакреевского леса, увеличение количества памятников, организация футбольных полей, баскетбольных площадок, дворовых детских площадок, закупка компьютеров для детских домов, машин скорой помощи, увеличение количества скамеек в парках, установка умных пешеходных переходов. Интересно, что даже предпринимателям, которые имеют свои офисные помещения, тоже понадобилось общее пространство для генерирования идей. Так появилась площадка под названием «Ракета». Здесь у нас зона, как бы каворкинг-зона, где люди могут арендовать либо почасовую, либо на месяц и прийти тут, в принципе, днем работать, а там Wi-Fi, свободный доступ, круглосуточный. Здесь у нас формируется небольшая библиотека, в принципе, любой желающий может взять, почитать там за небольшие деньги. На эти деньги мы потом покупаем новые книги, тоже как бы у нас такая задумка. Этот шкаф поставили недавно, они на колесиках перемещаются, то есть очень удобно. Ну, то есть задача сделать пространство многофункциональным. То есть 140 квадратов здесь, но хватит, чтобы, как сегодня, наверное, постоянные движухи были. Здесь у нас такая, ну, детская, не детская. Я сам иногда здесь могу полежать, как бы, покреативить, о чем-то обсудить. Вот, иногда мы просто прямо на стену можно вывести трансляцию. Вот, и здесь у нас такая переговорная, наверное, там, стол 13, я его называю, да. Да, тут 13 стульев обычно у нас помещается. У нас по понедельникам здесь мужской клуб предпринимателей. И, ну, как приходят, обсуждают бизнес, как, что лучше делать. Я надеюсь, что он будет развиваться. И, соответственно, еще новые проекты обязательно появятся в городе, связанные с этой организацией, как бы, людей. Мы видим, что администрация нуждается в идеях общества. При этом жители тоже готовы самоорганизовываться ради общей цели. И единственное, что им нужно, это физическое пространство, где они могли бы собраться, обсудить насущные проблемы и поискать пути их решения. Наверное, осталось только понять, что связь между властью, бизнесом и обществом не строится по иерархии, а лежит в одной горизонтальной проскости. Просто нужно быть партнерами друг к другу. Именно тогда мы сможем построить настоящий город будущего.